За рулем снимать видео, конечно, с точки зрения правил дорожного движения, не совсем правильно. Но зато в этом что-то есть. И пользуясь случаем, хочу вам рассказать историю и кое-какие выводы из нее сделать. Не помню, рассказывал я об этом или нет здесь, на этом блоге, но где-то я уже об этом говорил. Давно я читал небольшой рассказ такой Льва Толстого. О том, как один престарелый, старенький, опытный, очень деятельный и духовно возросший уже давно священник православный. В царское время поехал на севере по Белому морю, на пароходе по островам, обращать неграмотных крестьян, веру православную учить. И вот плывет на маленьком пароходике от острова к острову, из поселка в поселок. И ему говорят, что вот здесь есть один островок, там никто не живет, кроме трех братьев. Они уже давно там живут отшельниками, вроде как молятся, вроде как православные, но нифига не знают. Поэтому бы батюшка к ним заехал. Ну и батюшка, конечно, ближе мы и долгом заплыли они на этот островок. Встретили их там три брата, бородатые, босые, три здоровенных мужика. Ну и вот он их начал просвещать, начал им молитвы показывать, молитвослов или что-то там такое, книжки разные специальные, церковные. Обучать им, а у них ничего не получается. Ну давайте я вас научу хотя бы, Отче наш, Иже Иси на небеси и так далее, на Старославянском. И вот он их учил этой молитве, учил, 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 не могут они запомнить. Целый день он бился с ними, говорит, а как же вы молитесь? Вы вроде как крещеные, а как же вы молитесь? Да мы, батюшка, просто молимся. Мы молимся так, трое нас, трое вас, спасите нас. Ну вы знаете, что наш Бог триедин, Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос и Бог Святой Дух. В христианстве так. Трое вас, трое нас, спасите нас. Вот все. Да что, кто ж так молится, е-мое. Недавно вы так молитесь? Да всю жизнь, батюшка, всю жизнь молимся вот так. Нет, надо, Отче наш, Сущий на небесах и так далее, на Старославянском. И вот он целый день с ними бился, но вроде как, вроде как научил. Думаю, да чего ж бестолковые, боже мой, да чего же. Темные, замшелые люди. Никакого у них духовного роста. Ничего не знают. Ну, кое-как управился с делами, отплыл корабль. И вот он плывет, пароходик стоит, батюшка на корме. И думает, да, вот русские люди, да чего же все-таки они недуховные. Даже молитву не знают. И вдруг смотрит вдалеке, показались три фигурки. Три человека на воде. И все ближе, ближе, он в глаза напрягает свои старческие, смотрит. Бегут по воде эти три брата, аж бороды развиваются. Босиком брызги в разные стороны по морю бегут. Догоняют этот пароход, видят этого батюшку, у того глаза на лоб. И кричат ему, батюшка, мы забыли, как там после вот этого молитвы, там дальше-то как. А у того волосы дыбом, глаза из орбит лезут. Он говорит, господи, да вы и так хорошо молитесь, раз по воде бегаете. Молитесь, как молитесь, трое вас, трое нас, спасите нас. Достаточно. Для того, чтобы решить самую главную задачу всей жизни человеку, задача называется спасение. Я не буду сейчас вдаваться в детали, это кто знает, тот понимает. Каждый человек на этой земле рожден для того, чтобы в течение своей земной жизни прийти к Богу и получить спасение. Это значит, что после... Всем же понятно, что существуют два мира, физические, материальные и духовные, которые мы не видим, можем только верить в него или не верить. Вся наука об этом уже давно говорит, что там, в этом духовном мире кипит жизнь. И когда человек заканчивает свой земной путь, бренное тело его превращается в праздник, сам человек, дух его никуда не исчезает, у него начинается основная, главная. И вот задача земной, плоской жизни, физическая, сделать правильный выбор, сделать, принять правильное решение, спастись, то есть получить право на жизнь. Не пойти в Аф, а жить с Богом вместе, в силу оставшуюся жизнь, в личность. Это самое главное, самое основное, самое важное. Ничего важнее больше нет. И тот, кто делает выбор в пользу того, чтобы просто поверить, что это именно так, тот, кто удосужится разобраться в этом, вникнуть в истину, в учение, понять его и стать свободным, тому повезло. Ну а кто лох, тот лох, все поделаешь. Каждый делает выбор свой сам, тот будет всю жизнь, всю жизнь вечно. Ну вы поняли, что? Это большой разговор. Так я к чему говорю? Для того, чтобы получить это, не надо быть семипядей во лбу. Можно быть духовным человеком, можно ходить по воде, можно летать, можно делать великие вещи. И вовсе не обязательно каждую букву в Библии знать, и с утра до ночи, но вы поняли, что это очень глубокий рассказ, очень важная информация. Ну а то, что касается, если посмотреть на этот рассказ с точки зрения нашей земной, обычной, повседневной, будничной жизни, малюсеньких, совершенно мизерных задач, которые мы решаем в этой жизни с точки зрения, там, зарабатывания денег и так далее, применительно к нашей теме, о которой мы тут разговариваем, о сетевом бизнесе, то я хочу сказать, что это показательнейший урок, показательнейший рассказ. Я знаю тысячи умников, которые все знают, которые говорят умными словами, которые создают такие премудрости, такие сложности, такие ведут разговоры, дела, используют такую терминологию, что язык сломаешь, так они ведут свой бизнес. Такие умные лица, столько прочитанных книг, столько всего наворочено, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А результат-то фигня. А есть люди, есть ребята, которые просто безо всякой гордыни, даже не осознавая, что они гении, просто делают свою работу, просто трое нас, трое вас, спасите нас, Молятся эти три брата, которые ходят по воде уже давно Святые люди Так так же и здесь Слушай, у меня вот есть такой продукт Не знаю, тебе подойдет или нет, но у меня есть Всем рассказывают и все И даже не подозревают, что он гений сетевого бизнеса Но правда потом начинают понимать со временем Когда у него прут дела, чеки растут и все В простоте Истина, истина проста Великий Пев Толстой показал нам эти брожья Так что будем простыми И будем помнить вот этот вот рассказец Который позволяет вышибить всякую фигню из головы Заум, всякую сложность Трехчасовые презентации Навороченные сайты и прочее, 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 прочее Что вредит, а не помогает вести бизнес Так что удачи вам и всего вам доброго Продолжение следует... Продолжение следует...